Как вылечить кариес без посещения стоматолога и одновременно восстановить зубы? Специальные стоматологические гели помогут избавиться от заболевания и вернуть здоровье зубов. Это возможно благодаря сочетанию несовместимых химических компонентов. Дело в том, что вода, входящая в их состав, препятствует нежелательным химическим реакциям. Обычно подобными средствами пользуются в профилактических целях, но они могут помочь и в том случае, когда кариес находится на стадии пятна. Лечение кариеса аппаратом флюонитрал. Данные устройства применяют не только в стоматологических кабинетах, но и в домашних условиях. Их технология основана на использовании хлоридного геля. В процессе применения аппарата происходит замещение ионов гидроксидов на ионы флюорита. И на зубах образуется минеральный слой, устойчивым бактериям и кислотам. Перед процедурой на зубы наносится тонкий слой вазелина. А затем жидкий хлорид наносят на губку и размещают ротовой полости примерно на 60 секунд. Голова должна находиться строго вертикально, чтобы раствор не попал в желудок. После использования тщательно полощут рот. Затем следует основной этап лечения. Гель наносят в ванночку, потом присоединяют питание. В ванночку располагают так, чтобы гель как можно лучше контактировал с зубами, потом включают ток. Процедура для одной челюсти длится 4 минуты, на протяжении этого часа нельзя пить, принимать пищу и курить. Рекомендуется принимать процедуру один раз в год. Как вылечить зубной кариес народными способами? Тяжелая патология должна лечиться только в условиях стоматологического кабинета, но в начальной стадии вполне возможно купировать народными средствами. Хозяйственное мыло. Помочь может раствор хозяйственного мыла. Для его применения нужно 5 грамм средства измельчить на терке и размешать в стакане кипяченой воды. Для каждой процедуры используется свежеприготовленный раствор. Полоскать рот нужно дважды в сутки. Настойка прополиса Этот продукт может убивать бактерии, провоцирующие кариес, закрывая трещинки в эмалях. После традиционной чистки нужно прополоскать рот раствором 2 столовые ложки настоя 20% плюс 1 стакан воды. Можно жевать прополис в течение дня на протяжении нескольких минут. Такая мера избавит от плохого запаха изо рта и послужит профилактикой. Лечение соли После каждой трапезы полощут рот соленым раствором. Рекомендуется использовать морскую соль, можно и поваренную. Раствой держат во рту до 3 минут. Как можно вылечить зубы от кариеса травами? Шалфей, эфирные масла, растения уничтожают бактерии. Средства, приготовленные из 2 ложек сухого растения и литра кипятка запаривают в течение часа, затем полощут рот дважды в сутки, а на ночь рекомендуется смачивать в нем тампон и прикладывать к пораженному месту. Курс лечения около 2 месяцев. Китайский лимонник. Требуется пол литра воды смешать с китайским лимонником одним и такой чай держать во рту на несколько секунд. Луковая шелуха. На 3 ложки порошка требуется пол литра кипятка. Ингредиенты наставят 8 часов. Раствор используют для полоскания трижды в сутки. Избавиться от зубной боли поможет луковый сок. Его отжимают из свежей луковицы, смачивают ватку, которую прикладывают к больному месту. Фитонциды, содержащиеся в соке, оказывают обезболивающее, антибактериальное и противовоспалительное действие. Можно ли вылечить карий с травяными сборами? Применение комбинации нескольких трав помогает усилить действие и эффект будет намного лучше. Можно использовать сборы из ромашки, календулы и зверобоя. Возьмите по столовой ложке каждого и заварите пол литра кипятка. Затем выдержите 1 час и полученный настой используйте для полоскания после каждой трапезы. Справиться с легким кариесом тканей можно с помощью сбора фенхеля и листья мяты, смешанного в разных количествах. На 50 грамм этой смеси добавляют пол литра спирта или водки. Наставят 3 месяца. И курс лечения в течение месяца. Обязательно проконсультируйтесь с вашим стоматологом мне, ставьте лайк, подписывайтесь на мой полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.